итак ребят всем привет сегодня мы выехали на очередной коп со своими новыми камрадами с которыми копаял в прошлые выходы по старине сегодня выехали на несколько мест там где были поселения древние поселения посмотрели на картах между прочим карта стрельбицкого вот и здесь где-то были поселения но самое главное то что возможно пацаны нашли ярмарку на которой сами понимаете что может быть надеюсь мы все-таки найдем эту ярмарку нашли кое-какую информацию и может быть мы на нее набредем придется машину бросить здесь и уже пешочком отправиться наверное метров 200-300 вглубь леса возможно возможно нам улыбнется сегодня удачи если вы меня видите значит у нас что-то сегодня выискалась а с этими пацанами всегда шикарные находки так что смотрим будет очень очень интересно копаю с уладом и серёгой по пути встретили еще камрадов знакомых между прочим узнали меня смотрят так что очень приятно доброжелательные все радужные так что копаем и так ребят набрели на такое природное красивое место и грех это не заснять даже рядом пацаны обомлели стоят и смотрят на такую красотищу обычный лес обычный и вот здесь вот смотрите так вот красиво оголились скалы и там где-то должен быть дать родник и родник говорят очень очень полезный тем что в нем большое количество серебра красота вообще красивое место вот там даже вон надписи есть наскальные древней цивилизации алена тут еще что-то а да ладно продолжаем двигаться дальше в поисках того места которое мы ищем идем продолжаем нашли еще одно местечко еще один родничок вот который только что вам снимал это не но здесь еще один более такой масштаб вот такой красава вода у нас прыщает вон оттуда как вы видите огромный источник такой это это так чё обмыл и что ли лечо а почему именно в этом чему именно в этом месте потому что родник что любит а чё за порода такая красный песчаник так ну твердый твердый такой знаете прессованный песок и здесь надписи различные а мы сейчас здесь тоже надпись оставим тоже оставим надпись чё водички попить ну да ну да классненько ереван болен а вот эта херня как обвалится и захоронит здесь недавно уже были обвалы номер телефона даже указан потолки реклама под потолков и номер телефона офигеть а мы сейчас тоже здесь оставим свою надпись возьмем палочку с острым концом и напишем напишем так где написать то который обваливаться не скоро будет здесь вот плоский там то обвалы будут а здесь плоский так что сейчас мы здесь оставим свои реквизиты реквизиты ай сейчас камеру полбольше поставим ух ты блин не просто ток здесь что то еще написать ооо нет ребят некоторые углубления очень твердые такие и просто так написать что то здесь невозможно твердая вещь ребят не писать это будет беда полная ладно оставим затею не будем ландшафт портить пусть останется так хотел написать поиск 63 ну ладно ну ладно ты водички набрал да надо попробовать что целую бутыль набрал целую бутыль ну на вкус вода как вода холодненько немножко облагородили здесь и вот оттуда иссякает из восточника вот оттуда с той глубины опасно стоять то и гляди все это дело обвалится но место действительно красивое не зря мы сюда по пути зашли а так в целом двигаемся в другом направлении фух чего кого укроплять кто сказал а а как арматуры стойки упирать все это потому что здесь вот скоро обвалится это свежие сразу видно обвалы были дай бог на кого они да здесь вот уже как бы древние но деревья видишь растут и корни все это ломают под корнями все вылазить ладно идем дальше и так и так ребят переехали мы в жуткий лес жуткий он чем здесь комары даже масти помогает съедает прям махом муж извините буду отмахиваться факт том что была сейчас находка и находка до стоит удачи полно здесь это для о с пятый шестой век да вот такой классный наконечник зачетно у него есть еще кресало вот и вот наконечник выпал классно классно зачем блин такой острый ничего себе ладно продолжаем так ребят ну земляной дед улыбнулся и мне вот такой наконечник юбочка имеется и возможно это период хазары какой-то у нас века хазары вот 10 9 10 9 вот такой классный конечно не такой острый как у влада но блин классная зачетная находка да я бы сказал что это не стрела самое настоящее копье как один мультяшный сказал это целое копье где-то рядом и стрела их не ничего себе стрела это же целое копье класс вообще огонь смотрите какая здоровая классно комаров конечно тут жуть ладно две находки буквально за какие-то 10 минут и это радует продолжаем итак ребят иду я похоже по какой-то дороге и выпал сигнал и эта монета монета советская 15 копеек рамочник 1900 так фокус 46 года вот такая монетка комары достали прокусывает вот через такие перчатки представляете это жесть серёга там поднял вон там серёга тоже по дорожке идет позади меня где-то в той степи он поднял звезду советскую причем старого периода вот такая вот у нас сейчас монета ладно старина нужна древность чё ребят дорога дает о себе знать вот здесь 15 копеек и теперь вот здесь тоже монета это же 15 копеек и год тоже 46 ребят это не одна и та же монета это еще одна монета 46 года прикольно прикольно пойдем наверное по дорожке и монеток пособираем немножко ребята это уже становится смешно тут монета там монета решил пятачок прозвонить и еще одна монета но на этот раз уже 10 копеек и год по моему 49 вот такая вот зачетная прикольно и так ребята ходим мы с серёгой рядышком и слышим как кричит влад но кричит как-то он не по-нормальному он кричит в основном что-то дом вообще не кричит даже какую-то находку по древности находит он стандартно банально знаете молча нашел нашел а это кричит прям надеюсь ничего серьезного не случилось и мы хотим сейчас к нему добраться и посмотреть что у него там такое случилось надеюсь не кабаны потому что здесь кабанов очень много вот или же может быть все таки клад так что ребят бежим мы к нему думаю чем там будет фу ребята слава богу все обошлось нормально у влада просто напросто шикарная находка просто вот смотрю и находка просто бомбическое я такого еще никогда нигде не видел и с большим удовольствием вам ее сейчас продемонстрирую сейчас только немножко отдохнуть и находка просто шикарно просто прям я не знаю такая находка прям как ребята сейчас я отдохну потому что мы с серёга бежали влад коричал мы думали здесь о кенаки кладуха но здесь совсем другой вот смотрите еще вот такая здоровая вещь и это серебро я такое не видел ни у кого да и вы и сами наверное не видели смотрите кто здесь какая-то барышня и надпись у нас 1 государственная император риски мария что-то там такое и с другой стороны вот так тогда какой-то геракл за блага блага в роли и успехи в науке вот эта штука ушка нету но я знаю что это не монета это медаль наградная медаль юбилейная такие встречаются но вещь вообще огонь более сегодняшний коп удался помимо старины мы набрали монет и вот это вот сенсационная находка 20 да ладно это как форме читать читать что там написано за благомерами долей в науках для учениц женских гимназий вот это да цена 25 20 текущий на текущий день то есть ставка 25 тысяч шестьсот девяносто восемь рублей это еще ребят не конечная цена между прочим это акцион и уже дали 25 тысяч ну как сохранного ней покажи хороший но здесь сохранчик хороший у тебя немножко конку конченый да но факт том что находка как минимум пятнашку стоит классно мои поздравления благодарю класс вот чем-то он чемпион чемпион ладно да продолжаем копать и у него осечка аська аська сто пятидесятая с катушкой нел торнадо имейте ввиду смотайте на ус у серёги 250 и чё ты говоришь посмотрел на сайте история школьных медалей в россии начинается в 1828 году с принятия устава гимназии и училищ уездных и приходских в 1835 году император николай 1 высочайший утвердил медаль за успехи в науке для мужских гимназий лицевая сторона которая была украшена государственным гербом двуглавый орел наоборот изображения стоящая минерва и надписью преуспевающему то есть гимназическое образование в россии не считалось достаточным поскольку надпись преуспевающему выбивалась только на медалях за окончание университета мужские гимназические медали чеканили двух видов большая из серебра и мало из золота и без серьезных изменений просуществовал до 1917 года чтобы получить золотую медаль нужно было иметь примерное поведение отлично по латинскому и древнегреческому языку и математики средним баллом не менее 4 и 5 по всем остальным дисциплинам подавались медали исключительно по успехам невзирая на статус даже детям государственных преступников а вот медали для гимназисток отличниц появился в российской империи значительно позже только во время царствования александра 2 1856 1881 года женские медали были двух видов так как частью гимназии видала министерство народного просвещения а над остальными шефство императрица мария александровна но на лице обоих видов женских медалей единообразно выбивались по грудные профильные изображения императрицы и надпись государине императрица мария александровна после смерти августейшей особы шества над женскими гимназиями принялась супруга александра третьего и мать последнего императрица николая второго мария федоровна а на лицею стороне золотых медалей стали чеканить уже ее по грудной профиль изображения и чё ты говоришь посмотрел на сайте и чё-чё-чё-чё-то оценил я 8 90 на аукционе мы смотрели 25 и ставки там еще были но на сайте мы посмотрели 80 90 даже 100000 но она конечно не стоит этих денег из того что вот какой-то рукожоп по ней трахал несколько раз печалька а возможно это был какой-нибудь биток в игру в орлянку или что потому что монета крупная советское время они уже были не нужны но период до 1900 года мы прощаемся и отправляемся так ребята лес продолжает радовать и у влада выпала пуговка орлянка сохранчик бодрый классный и ушко на месте все здесь все периоды папа на сохран конечно наши вещи не особо интересны и плюс наверно мы ее согнули монгол скорее всего да как всегда влад ударе зачет а ты попробуй его выгнать пока пока он сырой нет трудно этот нагрев вот так продолжают находки нас продолжаем ходим и так ребят иду я вон там он был бухарский держим водочная пробка и вот мимо дерева прохожу и смотрите донышко от бутылки и дерево проглатывает вот так вот вросло что теперь его оттуда не вытащить так вот еще когда дерево было молодое кто-то суда забил клин и вот он тоже находится в этом дупле пацаны туда убежали я иду по пятам и так ребят на этом у нас закончился сегодняшний год покопали мы сегодня в нескольких местах съездили в три места все по лесам по лесам по долам и напоследок хотели пробить урочище к сожалению она вроде как есть но так в итоге ничего интересного не нашли куски и керамики есть небольшое количество кирпичей очень мало поле к сожалению у нас такое знаете не вспахано хрен пойми и общем ходить не интересно ну и время подошло к своему завершению конечно же сегодня классно было по находкам удивил нас сегодня влад классными находками находки действительно классные я вам уже говорил что они достаточно дорогие а в частности 1 и сейчас я вам их продемонстрирую так что на этом закончу всем пока до новых встреч ну а вы смотрите наши находки и так по находкам получилось классно аська 250 аська 150 и а nokta impact в общем начнем со шмурдика смотрите два здоровых ключа и маленький такой я даже не знаю чем крутили но очень маленький по сравнению с этим это вообще чудовище вот вот такая вот лабуда была это лапти плели вот такой нож древненький старенький до сих пор еще острые здесь и здесь дальше по находкам здесь очень много шмурдика вот тканины и всякие всякие гвозди кованые вот такая впервые я нахожу целую обычно либо ободок либо тут фиговина это у нас от керосинки дальше предмет мастеров это у нас резьба по дереву затем самая первая находка была это у нас огниво так называемая истекали из него огонь вот такой классный не знаю пока датировать не могу пока не увижу вот здесь сомнения к этому наконечнику то что это либо сарматы либо монголы вот но не знаю вот этот у нас точно наконечник времен гунг гунский период еще один наконечник похоже на монгола но он конечно не очень такого внешнего вида пострадал немного и сохран не очень по монетам получилось сегодня вообще вроде по стране ходили а монет наковыряли вот у нас три рамочника желтенькие лимончики советские пятачок 29 пятачок 32 вот трешки разные причем у сереги вот такая звезда мы предполагаем что это 30-е годы звезда очень большая предметы конской упряжи вот такие вот колечки и вот такая конина ну и сегодняшняя бомба это конечно же вот такая вот зачетная вещица посмотрели мы на сайтах данный данная медаль неплохих денег стоит 90 100000 классная серебряная медаль интересно то смотрите у жены николая грудь выпирает даже за силуэт вот это да ну ладно классная была супруга николая так что на этом и все всем пока до новых встреч и так ребят ну и напоследок бонус бонус от сереги который поднял именно на прошлом копе классная находка и я вам сейчас ее продемонстрирую но находка ребят вот такой вот сарматы до со ранней сарматы и это у нас не меч а кинжал и не знаю женский может быть или детский но факт том что у меня в ладошке кое-как умещается зачетная вещица и достойная музейная находка грубо говоря шикарная вещь надеюсь бонус вам понравился мне очень нравится класс класс и Субтитры сделал DimaTorzok